У нас в России есть тема, которая практически ни у кого не вызывает сомнений кривотоков. Это великая победа в Великой Отечественной войне. Потому что у каждого гражданина России, в его семье есть свой герой. И потому всеобщее отвращение вызывает любая попытка, изощрённая деятельность по созданию или по переписыванию историю Великой Отечественной войны. В этой истории СССР поставлен на одну доску с гитлеровской Германией, а Красная Армия выступает уже не как освободитель, а как оккупант. Владимир Владимирович, Вам как сына фронтовика, кого слышать это и видеть? Сложные чувства. И об этом можно много говорить. Я постараюсь кратко. Во-первых, конечно, невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм. Потому что нацисты прямо, открыто, публично объявили одной из целей своей политики – уничтожение целых этносов – евреев, цыган, славян. При всём уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, даже при всех ссылках целых народов, всё-таки цели уничтожения народов никогда сталинский режим перед собой не ставил. И попытка поставить на одну доску одних и других абсолютно не имеет под собой никакой почвы. Это первое. Второе, и, может быть, не очень приятное для нас. Всё-таки мы, ну не мы, а наши предшественники, дали определённый повод для этого. Почему? Потому что после Второй мировой войны мы пытались навязать многим европейским, восточноевропейским странам свою модель развития. И делали это силой. Надо это признать. И в этом ничего нет хорошего. И это нам аукается сегодня. Кстати говоря, примерно так же ведут себя сегодня американцы, пытаясь навязывать свою модель практически по всему миру. И их тоже ждёт неудача. В эти минуты буквально в подмосковном Алабино на военном полигоне идёт репетиция парада, который посвящён великому Дню Победы.